Продолжаем программу. Сегодня в столице, помимо республиканских медицинских центров и первичных медучреждений, медицинские услуги пациентам в возрасте до 18 лет оказывают около 15 стационарных больниц, специализирующихся на различных направлениях. Теперь их количество увеличилось еще на одну. Введена в эксплуатацию Ташкентская городская многопрофильная детская больница. В торжественной церемонии открытия нового медучреждения Ташкентской городской многопрофильной детской больницы приняли участие ответственные лица Министерства здравоохранения, Хакимиата города Ташкента, Городского управления здравоохранения, а также районных медицинских объединений. Новая больница предлагает пациентам полный цикл медицинской помощи, от точной диагностики до эффективного лечения и качественной реабилитации. Глава нашего государства уделяет большое внимание охране здоровья детей. Открытие крупнейшей в своем роде современной многопрофильной больницы на 500 мест – наглядное тому подтверждение. В больнице медицинские услуги пациентам оказываются на основе комплексного подхода, то есть мы можем лечить как соматические, так и инфекционные заболевания. Наша главная цель – обеспечение полного выздоровления каждого ребенка и его скорейшего возвращения к семье. В новой больнице по международным стандартам были организованы отделения от ариноларингологии, травматологии и ортопедии, соматических заболеваний, нефрологии и гемодиализа, неврологии, реабилитации, палиативной помощи, гастроэнтерологии, инфекционных болезней, реанимации, а также диагностическое и лабораторное отделение. Ранее в Янгихайотском и Сергилийском районах не было детских больниц, и больных детей приходилось возить в отдаленные медицинские учреждения. Теперь рядом с этими районами открылась больница, где можно будет лечить как соматические, так и инфекционные заболевания. Диагностическое отделение больницы оснащено современным медицинским оборудованием, таким как магнитно-резонансный томограф, мультиспиральный компьютерный томограф, цифровой рентген и ультразвуковые аппараты, что позволяет быстро и точно диагностировать даже самые тяжелые заболевания. В целях оказания необходимой помощи пациентам, нуждающимся в экстренной медицинской помощи, были организованы отдельные комнаты emergency room. Раньше мы вынуждены были обращаться в пятую и вторую инфекционные больницы. Пусть наши дети будут здоровы, но в случае необходимости теперь можно легко пройти обследование и лечение здесь, вблизи от Янгихайотского района. Очень благодарны за открытие этой детской больницы. Мы очень рады, что в соседнем районе появилась современная больница. Теперь нам не придется тратить лишнее время на поездки в отдаленные учреждения. Открытие этой больницы – это результат большого внимания, которое государство уделяет развитию медицины. Благодарим за заботу о здоровье наших детей и создание такого современного учреждения. В будущем планируется проведение высокотехнологичных хирургических операций в области аториноларингологии, травматологии и ортопедии, а также других направлений. Кроме того, учреждение будет активно участвовать в оказании практикой методической помощи районам, медицинским объединениям, а также в подготовке, переподготовке, повышении квалификации медицинских работников. Одним словом, открытие такого современного медицинского учреждения – это яркий пример реформ, ориентированных на приближение медицины к народу и охрану здоровья детей.